Сейчас около трёх часов ночи, но мне почему-то не спится. Наверное, потому что вечером сегодня я посмотрел любопытное интервью из программы Ксении Собчак. Тема «Осторожно, Собчак. Встреча с балериной Волочковой». Около миллиона восемьсот тысяч просмотров. Причём обе дивы достигли своей цели. Резкое обострение внимания, что к первой, что ко второй. Прошу прощения, я не в голосе, отнеситесь с пониманием. Итак, обе дивы представлены во всех своих качествах. Те ли дивы, или порно дивы, или как-то ещё. Ну, в общем, дивы. Это женщины, по которым многие пытаются выстроить свои жизненные цели, которым пытаются подражать, и которые занимают одно из первых мест в рейтингах телевизионных и интернет-передачах. Известная телеведущая решила свести счёты со своей, в кавычках, подругой. И заодно заработать себе высокий рейтинг. Блестящая идея. Рейтинг будет увеличиваться. Здесь всё работает по западным принципам. Что бы о тебе ни говорили, лишь бы говорили. Я на одном из семинаров говорил, что если Чикатило показывали бы каждый день по телевизору, через месяц его бы полюбила половина телезрителей. Всё, что мы часто видим по телевизору, мы это начинаем принимать внутренне, подсознательно. Человек, существо коллективное, он так устроен. Он верит тому, что видит часто, что часто повторяется. Это законы подсознания. Так вот, для того, чтобы заработать деньги, нужно часто появляться по телевизору. Я помню, как лет 20 или 30 назад я услышал, что если в Америке человек появился на главном телеканале, он уже миллионер. Я удивился этому. Сейчас я понимаю, что это было действительно реальностью и правдой. Что нужно, чтобы стать богатым человеком? Нужно появиться на Первом канале. Нужно, чтобы тебя говорили. Нужно, чтобы у тебя было много просмотров в Ютубе. Сейчас Ютуб, интернет выходит на первое место по сравнению с телевидением. Что нужно для того, чтобы занять первое место? Нужно удивить людей. Как угодно, но удивить. Великолепное средство для удивления – это наглость и безнравственность. Если раньше преступники порицались, их казнили и имя их пытались стереть из истории, то потому что нравственность была важнее денег. То сейчас, когда деньги победили нравственность, в преступлении можно сделать большие деньги. И вот сейчас все чаще у воров, убийц, насильников, садистов берут интервью, они пишут книги, и это дает гигантские доходы. Скоро, наверное, интервью будет брать перед убийством, перед расчленением. Это будет еще больший рейтинг, еще больший доход. Человек так устроен, что это вполне нормально. Человек – существо диалектическое. Он должен иметь не только положительные эмоции, но и отрицательные тоже. Наивные представления о счастье, когда счастье представлялось только как положительные эмоции, неизбежно приводило к тому, что появлялась потребность в неприятностях, в отрицательных эмоциях. Ученые установили, что для того, чтобы, скажем так, крысы нормально развивались, у них должно быть 80% положительных эмоций и 20% отрицательных. Если будет 100% положительных эмоций, крыса будет умирать, медленно она умирать. Если будут сплошные отрицательные эмоции, крыса будет умирать быстрее. Смерть будет и в том, и в другом случае. Сейчас мы все уподобились крысам, которым дают 80% отрицательных эмоций. Я помню слова Задорнова, когда он говорил о том, что был написан блестящий сценарий, театральный сценарий и сценический для проведения концертов и юмора. И вдруг продюсеры задали вопрос, а где здесь пошлость? И все были удивлены, а при чем тут пошлость? Тогда продюсеры объяснили, что без пошлости народ не пойдет. К сожалению, основная толпа людей имеет невысокий уровень вкуса. И примитивные сексуальные шутки, примитивная игра на инстинктах самосохранения, то есть кровь, насилие, и на инстинкте продолжения рода, секс и все связанное с этим имеют большой успех. Народ всегда был нервной массой, которую вели за собой более энергичные и умные. Это закон. Но когда есть общая картина мира правильная, то умные и энергичные вели народ к спасению. Если же общая картина мира нарушается, то умные и энергичные ведут его к смерти. Сейчас правильная картина мира отсутствует, потому что она давалась основам религии. Религия вымирает. И на смену ей приходят первобытные отношения к миру. Еда, секс, деньги и власть. Больше никого ничего не интересует. Но все дело в том, что когда человечество поднимается на определенный высокий уровень, а потом начинает скатываться назад, ему это не позволяет. Включаются механизмы самоликвидации, и цивилизации народы умирают, исчезают. Так же, как и Содом и Гамора. Возвращаемся к нашим порно-дивам. Итак, теледива рассчитала достаточно точно. Ей нужно прийти к своей заклятой подруге, наговорить ей комплиментов, потом напоить вином, и дальше все то, чем она гордится и то, чем она зарабатывает деньги, представить в таком свете, чтобы это было отвратительно. Тем более, что тенденции к этому скандальная балерина уже сама создала. Несмотря на то, что страна, нынешняя Россия, идет к нравственному разложению, которая активно поощряется сверху, несмотря на то, у народа еще остались, есть остатки нравственности, и каждый человек, в принципе, интуитивно понимает, что разложение нравственных основ – это гибель. Интуитивно, не всегда даже сознательно. Поэтому пожилая женщина, 43-х лет, являясь матерью, если эта женщина на всю страну пропагандирует свои сексуальные утехи, если она изображает позы, в которых она занималась сексом с любовниками, если она, при любом случае, раскидывая ноги, называет это шпагатом, подразумевая совершенно другое, о чем, в конце концов, признается своей подруге, то это есть нравственное разложение, это есть уничтожение семейных основ как таковых, потому что ей начинают подражать. у нее около миллиона подписчиков, и это очень мощный рычаг по разрушению нравственности семьи и государства. Никакая спецслужба американская не могла бы нанести такой урон государству, как может сделать это одна скандальная балерина или телеведущая. Так вот, телеведущая понимает, что у балерины есть слабое звенье, по которому можно прицельно ударить. Что это за слабое звенье? Первое – алкоголь. Пьющая женщина нравственной не будет. Ни одна пьющая женщина не могла быть верной женой и нормальной матерью. Похотливость, несдержанность в желаниях всегда приводила к распаду семей, к абортам и нравственному разложению не только самой женщины, но и ее потомков. Вспомним случай, приведенный в книге архиепископа Луки, воина Есенецкого, когда женщина в Америке невероятно похотливая и блудливая, должна была быть казнена, но на ней женился один жалостливый человек, а потом просто из интереса американцы и народ дотошный наблюдали за всеми ее потомками, которых было детей, внуков, правнуков около 80 человек. Так вот, ни один не был нормальным. Практически все были убийцами, самоубийцами, наркоманами, преступниками различных вариантов. Безнадостная, похотливая женщина – это катастрофа для потомства. Реклама безнадостной женщины – это катастрофа для государства. Итак, слабые места скандальной барьеры. Первое – алкоголь на уровне алкоголизма. Второе – невероятная похотливость, которая она гордится и которая позволила ей заработать большие деньги. Но большие деньги – это еще не означает реального благополучия, потому что это саморазрушение. Особенно, как они заработаны. Когда женщина становится проституткой, и когда ей нечего есть, ничего хорошего ей это не сулит, но ее хотя бы можно понять. но когда женщина имеет деньги не только подрабатывает проституцией, но и гордится этим, прославляет это, это уже катастрофа. поэтому телеведущая все четко рассчитала. Она задает вопрос. Дорогая, обслужение твоего дома обходится приблизительно 500 тысяч рублей. Ты за год при всем твоем хвастовстве о постоянных выступлениях, изумленной публике, цветах и так далее, ты за год выступила всего шесть раз. Вопрос. А где ты берешь деньги на содержание дома? Ответ напрашивается один. Проституцией. И балерина искренне возмущена. Почему? Смотрит в ее карманы и в ее трусы и говорит, что это некорректно. Да, это некорректно. Но с ее точки зрения корректно заниматься чем угодно, лишь бы это приносило деньги. И самое главное, она уверена 100%, что это есть нормально, что этому можно подражать и это можно пропагандировать. Но телеведущая знает, что проституция никогда не будет возведена на пьедестал. Потому что общество, которое ставит проституток на первое место и заставляет подражать и поклоняться им, это общество не жизнеспособное. Любой человек это чувствует. Поэтому нужно показать образ реальный ее псевдо-подруге. Алкоголичка, проститутка, человек, который совершенно не может сдержать своих желаний. более того, библейские заповеди гласят о том, что должны быть соблюдены какие-то нравственные ценности. Основой семьи, как это ни странно, является уважение к родителям. Почему? Потому что семья – это не только муж и жена. семья – это семейный клан. А семейный клан формируется тогда, когда родители и дети составляют общее целое. Вот тогда появляется большая семья. Разрушение семейного клана неизбежно ведет к гибели государства. Почему в России сейчас два региона находятся на повышенной дотации? Натария и Чечня. Их закармливают деньгами. Ответ простой. Потому что они не принимают политику разложения государства и пытаются реально и жестко выступить в альтернативе, не желая разлагаться нравственно. И московские чиновники пытаются найти альтернативу, просто закармливая их деньгами, чтобы сгладить ситуацию. Это вопрос времени. То есть распад страны при таком положении дел это вопрос времени. Так вот, семья это уважение к родителям. Телеведущая знает, что скандальная балерина не уважает свою мать. Родители, какими они бы не были, дали жизнь. Если они дали жизнь, воспитали детей, многим жертвовали ради них, то здесь следует быть не только благодарными, но в первую очередь не осуждать и не презирать своих родителей. Это закон. Если человек начинает презирать своих родителей, то это ведет к полному нравственному разложению в дальнейшем и к похотливости, и к гордыне, и к чему угодно. Так вот, балерина, которая могла иметь любые претензии к своей матери, не должна была выносить их на людской суд. Но когда она писала во всех книжках, какая у нее мать негодяйка, когда она говорила о том, о самых неприятных деталях, описывая характер матери, это фактически плевок не только в адрес родителей, но и плевок в свою собственную душу. Человек, презирающий родителей, не может иметь детей, которые будут его уважать. Он не может иметь семьи нормальной. И любая семья, которую он попытается завести, всегда разрушится. Как сказано в Библии, пес всегда вернется к своей блевотине. Если человек начал вести себя определенным образом, если у него нет покаяния и изменения, он обречен на повторение и увеличение своего поведения. Телеведущая знает слабые места балерины. Поэтому она задает еще и проактивационный вопрос. А знала ли ты, что твоя мать занималась фактически твоей продажей, договариваясь о том, что с тобой познакомились влиятельные и богатые люди? Вопрос провокационный. Еще неизвестно, так это или нет. Но балерина безоговорочно верит, ругается матом, а затем выкладывает еще целый пакет оскорблений в адрес своей матери. В принципе, можно говорить о полном нравственном разложении. Хотя она производит впечатление человека достаточно искреннего и открытого. Но при этом то ли сознательно, то ли бессознательно нарушающего главные нравственные основы человечества как таковые. в общем плане мне это напомнило схватку кобры с пылесосом. Кажется так, последние 15 лет закрепилась такая кличка за скандальной балерины Настей пылесос. Кобра точной бросками кусает самые больные места. У пылесоса правда функция перепутана. Он не всасывает грязь и выплевывает ее. Одна кусает, вторая шумит. В результате хобби остаются довольными и рейтинги повышаются. При этом для того, чтобы рейтинги поднялись нужна изюминка. И обе ругаются матом. Причем если телеведущая ругается прицельно как бы скользь что мат как бы и не выглядит оскорблением то балерина показана в самых отталкивающих ситуациях с перекошенным лицом с ортом изрыгающим матерное выражение и проклятие. Если скандальная балерина в основном мстит всем мстит своей матери мстит своим любовникам хочет отомстить любому кто ущемил ее желание и похотливость то телеведущая никому не мстит она просто пожирает слабых хотя в этом случае надо отдать должное балерине она является человеком талантливым незаурядным который пустил свой талант и незаурядность в неправильном направлении не на созидание а на саморазрушение так вот в этом случае телеведущая все-таки попыталась красиво и тонко неизначай как бы отомстить для того для того чтобы показать уровень нравственного разложения ее псевдоподруги и это у нее получилось она посеяла семена которые неизбежно взойдут причем эту женщину которая уверена полностью в своей правоте называется одной из ведущих балерины самых известных в России эту женщину давно предупреждают о том насколько безвкусно безврастно ее шпагаты ее сексуальность которая превращается в нечто отталкивающее она это не слышит алкоголь деньги секс закрыли для нее все вот так люди становятся рабами сначала они утрачивают реальную картину мира потом поклоняются своим желаниям потом становятся рабами своих желаний а потом ими управляют любой кто хочет сколько лет ей осталось раскрывать свои шпагаты призывно распахивать ноги навстречу очередному любовнику время заканчивается будет ли уважать ее собственная дочь как будут относиться к ней мужчины приближается катастрофа о которой она не хочет думать она неизбежно должна произойти из первой и со второй но телеведущая умнее у нее этот процесс будет проходить менее заметно и она еще много может добиться я не хотел бы пророчествовать это просто мой взгляд на вещи мои предположения ну и напоследок я говорил о полном мрастном разложении я ошибался разлагаться уже нечем я ошибаюсь я ошибаюсь я ошибаюсь Продолжение следует...